Добрый день, уважаемые трендеры и инвесторы. Сегодня 18 октября, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой счастливыми и мокрыми отчасти глазами вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что сегодня интересно. Отработалась торговая идея по евро-доллару. Поздравляю с тем, кто участвовал. Идея по золоту еще не расторговалась и сегодня я отдал ее в продолжение идеи, которую давал на прошлой неделе. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали. Итак, перед вами мета, я извиняюсь, трейдер, котировки золота. Почему я смотрю на минутках? Потому что я пытаюсь поймать разворот. Почему? Спросите меня вы. Потому что по золоту, на мой непрофессиональный взгляд, остались очень-очень неплохие долги, за которыми золотишко должно сходить. И сейчас оно болтается в таком треугольнике. Треугольники уже набило на торговку после обновления минимума дня. И я все-таки надеюсь, что это золотое стояние на лоях закончится мощным прорывом вот сюда. То есть, ну как минимум 1672, как вариант 1600, дай бог зрения, 1688. И может быть, может быть, это все еще может улететь. И вот сюда в том числе, то 1734. То есть, первая цель вот эта, вторая цель вот эта. Площадочка у нас на инфляции. И сюда мы тоже можем идти. Пока прям каких-то супер разворотных конструкций нету. Вот. Но я смотрю, да, вот такие вот треугольнички тоже посматриваю. Это, ну, там вся, вот так их начертите, как вам удобно. Я вижу, что могли ломануться по лоям, но пока, пока нет. Возможно, это все выйдет, допустим, через какой-то импульс, откатит. Вот вы с откатом можете цепануться в лонги и невероятно обогатиться на этом супер тренде, который может принести вам, ну, от текущих цен по первой цели. По первой цели 2000, по второй 3000 и по третьей цели вы можете стать богаче на 8000 пунктов, что в переводе на средний форекс-депозит означает 4 доллара. Давайте перейдем к платине. Платина. Платина тоже бычет. Вот. И ваш покорный и недальновидный слуга зацепился в эту платиновую историю еще на периоде формирования вот этого бара, потому что видел этот уровень и видел инициативу, видел площадку. В общем, много чего видел, если бы мне, конечно, случайно эту идею не подкинули подписчики. Ну, что делать? Наша идея такой отрабатывать и я надеюсь, что, ну, вот эта золотая идея в лонги и по платине должны скоррелировать и все это должно уйти в хороший лонговый космос. Евро-доллар. Евро-доллар вчера героически отторговал свою третью волну после никому непонятного лонгового импульса на ослабление доллара после сильнейшей инфляции. Ну, вот. Пятница у нас закрывалась. Обратите свое трейдерское внимание на полтосики по фибой. Кто торгует полтосики, те вчера могли зафиксировать хорошую прибыль и может даже немножко больше, потому что рынок находится до сих пор выше этих котировок. Котировок пробоя, да. Что может произойти по еврику? По еврику, друзья мои, может произойти сломчик. Напоминаю, что еврон торгуется на мега лоях. Паритет у нас как бы слегка повыше, да. И примерно так же, как по золоту, это все может поломать вот эту шортовую тенденцию. Вот таким вот образом у нас вот здесь прошли мощные лонги, потом откат, потом еще одни мощные лонги уже на, скажем так, автоинфляции. Автор, да, и кнется моя учительница английского языка, и вот этот автор может зародить нам трешечку, которая может унести еврончик туда, ну хотя бы к паритету, стукнуться об него снизу. Ну, примерно такие у меня мечтания. Пока, пока ничего такого там супер, такого сигнального нет. Да, есть такие вот ближние цели, есть куда идти, но опять же, это все паритетик. Вот, а вот по фунту, друзья мои, потенциальчик остался, остался. Смотрите, дело в том, что британец, британец-засранец, подрос, пробил свою трешечку, свою трешечку вчера. Вы смотрите, то есть А, Б, С, ну так же, как и еврик там отработал, да, свою вот эту трехволновую структуру, но, скажем так, сделал ее, сделал ее не до конца. Вот, потому что конец у евро-доллара, как вы понимаете, немножко повыше. То есть, это вершина вот 5 октября, на мой сугубо непрофессиональный взгляд. Я считаю, что вполне, вполне, вот этот вот импульс, да, мелкий, да, от полтосика, да, мы пробили соточку, но не добили вот этот экстремум, вот этот. А до него, друзья мои, всего рукой подать, как бы, две тысячи почти пятьсот пунктов. Поэтому обратите внимание на эту зону, на этот недобой, это хорошая цель. Мы должны ее взять, рано либо поздно. Вопрос, с какими рисками. Можно купить здесь, застопиться здесь, можно взять всю вот эту вот инициативу за волну. А, увидеть откат в 50 вот здесь, вот, и вот он, полтосик. Возможно, здесь попытаться зацепиться, возможно, вы найдете какие-то разворотные конструкции на меньших таймфреймах. Но котировочка, кстати, круглый уровень еще, который называется 1.15, 1.15 вполне, вполне достижима, на мой взгляд, этим волатильным инструментом. Доллар и иена. Друзья мои, перед вами проделки банка Японии. Банк Японии, который сегодня слегка проснулся и поджахнул, поджахнул на, дай бог зрение, 1100 пунктов, поджахнул и заснул опять своим крепким японским сном. Это уже не первая интервенция валютная. Предыдущая была прям аккурат после инфляции. Да, вот здесь вот, когда укрепился американский доллар и банк Японии опять вот здесь проснулся. То есть, видите, он раз в три дня просыпается, вот как медведи японские, как вот это, такие черно-белые медведи, напишите, как они называются, монохромные. Но мы видим, что, в принципе, японцы и японцы свое подрабатывают, но делают это как-то для статистики, потому что все, что они выливают в рынок, выливают в рынок все, потом почему-то выкупается трейдунишками. Ну, вот так вот, вот так. Кто-то на этом очень здорово зарабатывает, понимая объемы этих торгов. Переходим к нашим кроссовым инструментам, которые мы с вами обсуждаем в рамках сеточного метода торговли. Наслабление иены может включить нашу идею на набор сетки лимитных продаж по канадцу иене шагом не менее 1000 пунктов по пятому знаку. Ну, в принципе, по хаям, если мерить, осталось не так много, 2000 пунктов. Франк иена, та же самая история, подрастает наверх, будет пробивать хая, будем опять шортить. Но, опять же, если будете выбирать между этими двумя инструментами, надо выбрать один между ними двумя, потому что в моменте вы также будете работать против иены и наваливать на 2, 3, либо 33 инструмента с иеной не очень правильно. Канадец Франк. Канадец Франк не пробивает минимум года, но мы никуда не спешим, если он здесь появится, мы его встретим дружной сеткой лимитных покупок. Новозеландец Канадец растет, кстати, и кто оследовал моим непутевым лонговым рекомендациям, те могут находиться уже в плюсе. А фиксировать прибыль, радоваться жизни вы можете буквально через 1100 пунктов, с чем я вас, скорее всего, и поздравлю. А вы поставите лайк под этим видео. Новозеландец Франк тоже бодрится, кому он печалит, выходите в 0, если вы набирали его равномерно на этом падении, то есть находите среднюю цену, если вы не умеете находить среднюю цену, либо у вас по математике трояк, так же, как у меня, но этот трояк советский, то ставите индикатор Profit Line, который валяется на всех заброшках интернета, и он сам показывает вам среднюю цену. И при достижении котировок этой цены вы можете закрыть все ордера и при этом ничего не потерять, но, к сожалению, ничего не заработать. Но поверьте, в нынешнем волатильном рынке это не самое страшное, что может случиться с вашим трехдолларовым депозитом. Австралийц Канадец. Австралийц Канадец подрастает, мы его набирали, пару ордеров я кинул, ну, ни много, ни мало, ну, если он даст тест своего пробитого зеркального уровня 0.87-300, будем фиксировать его с профитом и скажем, что это хороший инструмент. Доллар-франк. Доллар-франк после захвата стопиков продавцов года спустился на 1100 пунктов. Если его цеплялись, то стейком в 1000 пунктов первый ордер в сетке надо фиксить с прибылью и непременно порадоваться жизни. Если опять будут забросы по хаям, мы будем набирать сетку продаж. Доллар-франк я использую для сеточных торговли, потому что это невероятно шумный инструмент. Австралийц Новозеландец продолжает радовать профитом тех, кто не зафиксил сетку относительно рано, как сделал этот я. Инструмент падает. Логично. Почему? Потому что он как бы слегка болтался на хаях 2013, 2018, 2020 года. Логично его было подбирать на тесте зеркального уровня. Следующая зона, где мы будем радоваться новым сетям, будет выше вершины текущего года, либо ниже лаёв 2021 года. Куда его судьбинушка закинет, там мы его и встретим. Еврокады, еврофранки подрастают. Все зеркала были оттестированы. В принципе, кто, может быть, ещё держит сетку лонгов на зеркальный уровень 90, какой там, 5, да, 99, в принципе, вполне, вполне этот инструмент может добраться сюда. Биточек, биточек болтается, как крипта в своей криптопроруби, не пробивает ничего. Его волатильность невероятно снизилась. Это очень странно. Но такое бывает перед какими-то мощными прорывами. Какие прорывы могут быть? Прорывы могут быть по ставке. То есть, ФРС может на ближайшем заседании либо сильно поднять, либо сильно не поднять, либо поднять, но не сильно, либо сильно, но не поднять. Но, в общем, может что-то произойти такое, чего рынки не ожидают. И крипта вот здесь вот стоит, вот в этом флете, потому что не может никак определиться и ждёт хороших, либо плохих новостей. Нефтяночка, нефтяночка очень-очень тут замялась на своих 80 долларах. Возможно, это остановка волны B перед, я надеюсь, мощной и бескомпромиссной волной C, куда, по моему непрофессиональному мнению, должен этот инструмент стоить в нынешних энергетических реалиях. Напоминаю, что последний лонговый импульс был фундаментальный, сокращение добычи ОПЕК+. И логично, что будет продолжение. Но Си Цзиньпин на своём корпоративе недавнешнем сказал, что ковидные ограничения пока снимать все не собираются. Поэтому нефтяночка не попёрла в трёшку, потому что ограничения в Китае присутствуют. Соответственно, на ограничениях, как говорится, много костров не пожгёшь нефтяных. Ну, я имею в виду углеводороды, спрос и всё такое. Надеюсь, вы меня понимаете. Так, доллар-рубль, доллар-рубль болтается, болтается, собственно, тоже в своём диапазоне. Ничего здесь любопытного пока не вижу. 61, ни туда, ни сюда. Если вы хотите спекульнуть деревянным, от 67 и от полтосика можете работать на отбойчик. Что касается американского фондового рынка, сегодня открылось всё гэпчиками. Санпи, Насдак, пока всё это, друзья мои, укладывается в рамках коррекции на шартовых рынках. По некоторым оценкам, до 100% доходит вероятность рецессии через год. Через год, то есть в октябре 2023 года. Соответственно, ничего хорошего пока не светит. Поэтому используйте коррекции для набора шартовых позиций, либо поиска продаж. Обратите внимание, что сток сегодня, ну, пока ещё, да, ложно пробил вершину текущего месяца. Даксик, ну, чуть активнее, активнее, но, возможно, какие-то разворотные конструкции могут привлечь ваше трейдерское внимание для набора шартов, особенно по европейским индексам, которым очень не сладко придётся этой зимой. Так, эфир после своего прокола лаёв технично очень болтается, тоже пока в своём диапазоне. Ну, если это так, если это так действительно пройдёт, то цель по эфиру, кстати, вот примерно 14. Если это ложный пробой, то это всё можно взять лонговой за ашку. Кстати, бэшка уже была, полтосик, кто работает в полтосик, те уже в шоколаде. Первая цель пробой соточки, ну, а вторая цель должна быть у нас, собственно, верхняя граница канала. Эфирчик прям порадовал своей техничностью. Так, 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 в принципе, всё. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Невероятных три комментария почти на 800 просмотров. Нереальная статистика, друзья мои. Либо вы ничего не понимаете, либо вы просто удивляетесь. Так, Алексей Ковалевич. Андрей, спасибо за импульсный метод. Потрясная ТС. Да, потрясная. Пожалуйста, мне тоже очень нравится. Простая, понятная и работает. Здравствуйте, спасибо за симулятор. Всё работает. Тут сам человек. Неужели к вам пришло сообщение? Дело в том, что у меня в почту так настроено, что я могу отвечать на ваши письма, но я не могу отсылать вам вложения и ссылки почему-то. Ну, вот так вот меня ограничили, чтобы я ничего налево не кидал. Ну, либо левая ничего не кидала клиентам. Ну, такая вот история. Ну, в принципе, в симулятор, если вы видели его название в мастер-классах, то вы его легко найдёте в интернете. Он валяется бесплатно вместе с описанием. Эфир перешёл на ОС, а биток до сих пор майнет. Почему? Думаю, со временем будет раскорреляться. Классные, классные мысли фишмэн, скажем так. Дай бог, дай бог. Ну, уже налицо, либо на график раскорреляться уже присутствует. Так, так, так. В принципе, друзья мои, на этом всё. На этом всё. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если у вас есть вопросы по партнёрской ссылке с уникальными условиями торговли и ультра-спредами, пишите по почте, которая находится под этим видео. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Всем пока.